12 декабря 2019 года Хасаюльтовский район с официальным рабочим визитом посетил президент Государственного университета народного хозяйства, академик, доктор экономических наук, заслуженный экономист России, профессор Гамит Ахмедович Бучаев. Его сопровождали декам факультета бухгалтерский учет и аудит, кандидат экономических наук Ахмаду Махмудов и декам факультета информационной технологии и управления, кандидат экономических наук Карахан Раджабов. На встречу с руководством школ и учащимся района приняли участие глава муниципального образования Хасаюльтовский район Джамбла Салау, начальник управления образования Крым Султан Кабардеев, глава муниципального образования Сельсовет Карла Нюртовский Саляудин Мамаев, руководители общеобразовательных учреждений, педагоги, методисты и ведущие специалисты управления образования. Представляя собравшихся в зале учащимся педагогом, столь почетного для района гостя, глава муниципального района Джамбла Салау заметил, что о таком человеке, как Гамит Бучаев, можно говорить много и долго, а перечислить всех его заслуг и научных достижений не хватит и времени. Гамит Ахмедович был избран академиком различных международных и российских отраслевых академий. Им опубликовано более 400 научных работ, говорит Джамбла Шапиевич. Ряд его работ изданы в Болгарии, Германии, Чехословакии. Добрый день. Дети, я очень люблю ваш район. Всю жизнь дружил с вашими. Я очень симпатизирую вашему руководителю. Он и так красивый парень. Две субботы тому назад во главе с начальником района двумя заместителями приехали к нам в университет 190 детей. Выпустители. Мы им показали в университете, рассказали. Потом они все-таки решили, те, которые не смогли приехать, чтобы я сюда приехал. Я с удовольствием к вам приехал. Имя Гамеда Ахмедовича знакомо всему Дагестану. В 1999 году за научные достижения Академии наук Америки избрала Гамеда Бучаева Человеком Тысячелетия. Ему присуждена Золотая медаль Тысячелетия. В 2000 году Международный биографический центр Кембридж-Англия. За научные достижения ему просидел Орден Заслуг. Гамед Ахмедович также награжден Золотой медалью Народный герой Дагестана. Ему присвоены титулы «Лучшие люди России» и «Лучший ректор России». Отмечен Орденом Почетных граждан России в 2009 году. Бучаев Гамед Ахмедович награжден Высшим Орден за заслуги перед Республикой Дагестан. Предваряя своей встрече с будущими выпускниками и абитуриентами, которая прошла в актовом зале Карланютовская школа имени Олимпаша Шихалиева, Гамед Ахмедович, деловые обстановки обселуют текущие проблемы и вопросы в сфере образования и обучения детей. Раньше я работал до распада СССР трех министерств по пять лет министром, самых тяжелых. Я знаю, ты Дагестан пешком прошел по Дагестану, все знаю. Хасаюд был самый мощный район, мощный район. Хасаюд давал больше, чем Дагестан всей продукции, один Хасаюд. В последнее время я замечаю, я слежу в районах, в последнее время в районе чуть-чуть ослабло внимание, стремление детей к учебе. Вот, допустим, в этом году у вас 2000 детей было, да, в школе? Летом уехали из школ 1500 детей с 9 класса. Остались 500 детей, которые оканчивают, идут в 11 класс. Это что такое? Почему так? Ну, хорошо уйдут с 9 класса. Ну, мальчики пойдут в колледж, получат колледж. Ну, что он, сварщиком, каменщиком, кем-то, дерево, отделочником. Это можно и так, если мастер работает. Ну, девушки, у них судьба такая, ну, как-то тоже, в мельчилище тоже не так просто. Вот, ушли из 9 класса 1500 человек. Я разговаривал с вашим советующим районом. Да, такая стима. Кстати, в стране тоже так уходит, в других районах тоже уходит. Но в вашем районе это немножко больше сказывается. Ваш район самый сильный, самый перспективный. Люди у вас прекрасные. Я даже в нашем Буйнакском районе не дружил. Все время сюда приезжал. Общался с ними. Такие и костей. Я сейчас разговариваю. Вот, Андрей Аволов был один, Алиханов. Такой мужик, такой усами, такой красавчик. Я молодой министр был. Я приезжал к нему. Я Аксай прекрасно знаю. Мой друг был, Алилик Аджиев, академик, умер недавно. Вы понимаете, я хотел бы ваш район, чтобы не отстал. Наверное, дети на меня смотрят. Я уезжаю, помощница мне говорит, Гамедаг Меджин, одень тебе пиджак. Я говорю, ну не хочу. Не хочу это делать. Я никого не убил, нигде не воевал, дети. Но за то, что я трудился, мне дали такие звания. Вот я, несколько героев, там, и Кавказа, там, национальные герои разные. Я хотел бы вам сказать, пожалуйста, послушайте. Я академик девяти стран мира. Но я хотел бы, чтобы вы немножко подумали, особенно мальчики, какие вы красивые девушки. Просто загляденье. Смотрите, предстоит жизнь очень сложная. Посмотрите, какую школу вы чисто держите. Там, где я руковожу университетом, обучаются 10 тысяч человек детей. И тысячи преподавателей. Полови из них профессора. Я когда тоже прожил такое время, как вы, я испытал, Султан испытал, Джамбулат испытал, все ваши учителя, директора испытали эти дни. Куда пойти, кем стали? Конечно, самые близкие, самые родные советы – это родители. Нормальный ребенок слушает родителей. Нормальный. Потом школьные преподаватели. А когда к нам попадаетесь, вы уже взрослые. В своем выступлении перед детьми академик Гамит Бучаев провел экскурс в годы своего сложного детства отрочества. У вас интеллект высокий. Вы грамотные дети. У вас преподаватели лучше. Я когда учился в селении, я не видел лампочек. Нам преподавали инвалиды после войны, которые ели без ног, без рук, приходили один и тот же преподавал. И военное дело, и физику, и родной язык. Мы прошли такую школу небывалых. Первый день войны мой отец уехал на войну, был директор школы. Сделал митинг в Буйнякске, приехал в Махашкалаву, бросил у нас четырех детей. Девушки, мальчики. Мама тоже поехала в Ростов. Он попал в больницу в 43-м году после ранения. Тоже под бомбежку попал, а умер. Я сирота. Пять человек дети, моложе меня все сироты. Я их растил. До обеда в школу, после обеда корову клячу пасти надо было. Стакан молока не давала корову. Вот такую жизнь. Траву ели, крапиву. Взрослые поколения знают. Но сейчас же времена другие. Вы подготовленные дети. Вы должны академиков в многих стран стать. Я после окончания взял, сел на пояс, обиделся на свою судьбу. Ехал, поступил учиться в Польше. Краков. Везде приняли. Я проучился. Последний год нас перевели в Альбово. Там я университет окончил. Вернулся. Мальчики, ребята, мне было 25 лет. Я спал на скамейке в квартире тоже в Махашкале. Меня утвердили министром. Вы же, вам же почти уже 18-17 лет. Вы же уже догоняете меня. Я всю жизнь проработал, все видел и так далее. Я написал 400 научных трудов, 140 книг. Но вы сильнее, чем я. У вас интеллект высокий. Подготовка высокая. Вы если после 9 класса не остались, вы как, бываете в молоке? Ночью оставишь молоко, потом на нем бывают сливки. Вы сливки общества. Сливки Хасаюцкого района. Идите дальше. Кто вам мешает? Учитель. Есть аспирантура. Что хотите есть? Гамит Бучаев подробностей рассказал выпускникам и будущим абитуриентам о деятельности своего высшего заведения, отметив большие плюсы в организации обучения активного досуга студентов. Я за 20 лет построил вуз. Сейчас в Дагестане любое мероприятие, все проводится у нас. На семинарах, на совещаниях ваш глава района только у нас. Потому что не потому, что красиво, а потому что у нас технология высокая. 200 аудиторий, оформленные аудио-видеосистемами американскими. 2000 компьютеров IBM, новейшие. Мы все это сделали для детей. Но у меня же обучаются со всего Дагестана дети. Я думал, у меня самый лучший, красивый вуз. А кальция, вот такая школа в таком селении, как приятно, просто такая чистота, какой порядок. Самый лучший вуз. Да, хотите пединстуд, идите. Хотите сельхоз, идите. Хотите мед, идите. Пожалуйста, другие вузы. Всем другим вузам по 100 лет. Какие другие вузы ваше старшее поколение хорошо знает? Затруднил Гаммед Ахмедович беседы со старшеклассниками и политическую ситуацию в стране и в мире в целом, акцентируя внимание школьнику на то, что Россия всегда была и будет непоколебимым сильным государством, несмотря на попытки дискриминации со стороны некоторых европейских мировых стран. Поговорили о сложившейся непростой обстановке на сегодняшний день на территории Дагестана, о коррупции в органах власти, искорение которой, по словам президента Госуниверситета, поселились только при помощи грамотных и образованных личностей, которых необходимо больше воспитывать в стенах высших учебных и среднеобразовательных учреждений. Единственное, с чем приходится бороться, говорит Гаммед Ахмедович, что коренным образом недопустимо в стенах профессиональные высшие учебные организации, так как и ленивые студенты, пропуск занятий для них считается большой ошибкой. Мы же хотим с вас научных работников делать, мы хотим ученых делать, мы хотим образованных людей делать и, самое главное, хороших деловых людей. Сейчас у нас новый глава республики, очень подготовленный генерал, полковник, очень порядок на войне. Сейчас какой порядок? Конкурсы объявляют в Дагестане, конкурсы проводят все у нас в университете перед компьютером. Кто победил, баллы получил, уже пошло, уже практика идет. Министром победил, иди министром. Вот у нас один, Гусейнова, вы бывший знаете его, Абдорогима, покойного секретаря, директора совхоза был, он у нас тоже в районе работал, его сын Абдзагин Гусейнов. Победил у нас потом в Москве, министр сельскохозяйства стал. Другой победил, юстиции стал. 27 детей, как вы, стали министрами, заместителями. Такое время пришло. Если вы хотите работать, надо сюда что-то положить. А мы положим, поможем, расскажем, научимся. Я видел многое. Но самое большое счастье здесь, в Дагестане, жить с родными, с родными. И со всеми народом. Самое большое счастье, что у нас много цветов. Аварцы, лезгини и так далее. Чтобы помочь ребятам определиться с будущей профессией и получить представление о факультетах Дагестанского государственного университета народного хозяйства, на встрече выступили также декам факультета бухгалтерский учет-аудит Ахмаду Махмудов и декам факультета информационной технологии управления Карахан Раджабов. Вот как вы лет 10 назад, ваш глава, которому глава республики доверил руководить районом, тоже сидел. И 20 назад, 25, я сидел в таком же зале, с нами встречались руководители района, наставления делали. Сегодня Дагестан Раджабович какое сильное наставление сделал вам. Я руковожу факультетом бухгалтерского учета-аудит экономического блока. Связано с этой направленностью бухгалтера, экономисты, аналитики. Ребята, в этом году приняли закон, что каждые школы на территории Российской Федерации являются автономными учреждениями, поликлиники, автономными учреждениями. Стат из правовой меняется, и туда вводится штат бухгалтера-гуманомиста. Это очень сильно. Это перспектива, то есть, туда устроиться. Также, параллельно с факультетом бухгалтерского учета-аудит, экономического блока факультета финансов и кредит, экономического блока факультета налоги и налогов. Завершилась полезная встреча. Учащиеся молодежи района с научной интеллигенцией региона ответом на вопросы, которые задавали сами школьники интересным собеседникам. Мы уже на старших курсах, кто немножко иностранный язык волокет, мы посылаем за рубеж, беседы бывают в посольствах в Москве, наши ребята едут. Мы посылаем за рубеж. Лучшие умы уезжают туда. Я против этого, лапочка, я против, чтобы ты уехала. Умница, работай здесь. Здесь есть работа, подними Дагестан. Но уезжают, но тогда немножко уделить надо внимания на язык. Я знаю много людей с высшим образованием. Вот они не смогли найти себе работу. Что им делать? У которых в голове есть ум, знания. Ни одного человека. Есть люди, которые имеют дипломы. Больше некуда в маршрутке работают, старожане работают. Но они не учились, образование не получили сынок. Я их много знаю. Людей с дипломами много, образованных людей не хватает. А нам как раз их не хватает. Вот это я просто целую лекцию читаю. Это работа вот столько в Дагестане. Важно следовать, чтобы добиться таких успехов, как любой. Я специально сейчас к Новому году хочу эту книгу. Что надо? Весь свой опыт, весь мировой опыт. Как надо быть лидером, успешным, как он. Ну я себя тоже считаю лидером, как султан. Что надо делать вам, молодым? Я учебник написал для вузов. Это очень длительный разговор. Но где бы вы ни были, кем бы вы ни были, начинать с малого, не требовать больших денег. Понимного по ним. Билл Гейтс, знаменитый, у кого 74 миллиарда рублей сейчас, долларов. Он один раз в мусорном ящике нашел два компьютера брошенных. Пошел, закрылся в гараж. Бросил школу. Из этих двух компьютеров он что-то сделал, один что-то продал. Еще друзья. Он в гараже начал это брать. Знаменитый Рокфеллер, самый знаменитый в мире, богат, семейный. Он в Нью-Йорке был чистильщиком. Обувь чистил копейку. С малого начинать. Не требует большие должности идти. Я во всех министерствах, я начинал с маленькой должности. Я до министра доходил, потому что днем и ночью пропадал на работе. Спал на работе. Это мальчик, я вам говорю. Вам, девушкам, это не надо. Свою работу честно выполнять. Порядочный будет. И маленьких объемов много не хотят. Меня зовут Седа. Я приехала с Батуштожкой школы. И я не определилась с выбором профессии. И мне нравятся предметы общества знания и география. Что бы вы мне посоветовали? Куда мне поступать? Это не так просто. Я сейчас заканчиваю одну книгу. Стать успешным лидером. Стань, называется это так. Понимаете? У нас другая система, японская. Два года вы, экономисты, все изучаете общий предмет. Два года вы все варитесь в одну общую подготовку, теоретическую, такую практику. На третий курс вы уже выбираете. Ааа, лучше я уйду из налогов на банки. Лучше я уйду на юристов. Лучше я туда-то уйду. На третьем курсе мы уже спрашиваем. К этому времени у вас немножко знания повышается. Вы там видите. Вы можете менять специальность. Поверьте мне, доченька. И на раз принимая специальность, а умные люди начинают выдвигаться. Вот как его назвать? Кто он по специальности? Он и газовик. Он и безопасностью занимается. Он занимается и теплом, и землей. Вот так, когда вы начинаете выдвигаться, вам общая подготовка нужна. Особенно мальчики, девушки, руководители бывают, начальники управления. Здесь тонкой, грани такой нет. А вы можете, если ошибетесь, не волнуйтесь, поменяйте свою специальность. Там будете видеть у нас, как все организовано. Есть ли в институте военная кафедра? У нас в Дагестане нет. Я мечтаю иметь у себя военную кафедру. Я мечтаю. Но это моя мечта. Но военной кафедры в Дагестане нет. А какие у вас самые востребованные факультеты? Самые востребованные факультеты у нас? Больше всего люди хотят, конечно, юристами. В Дагестане. Юристов давно полно в Дагестане. Но нормальных, совестных юристов нет. Финансовые факультеты очень. Банковские факультеты очень востребованы. Очень востребованы информационные, информатика. Вы знаете, нигде рабочего места нет, чтобы не было компьютера. У него на столе компьютер. У Султана на столе компьютер и так далее. Самые востребованные это финансы, информационная безопасность, сейчас в последнее время такие мальчики, как ты, начинают язвы изучать. Вот у нас, я вам сказал про строительные факультеты, мы политех не дублируем, мы отличаемся от них. Мы изучаем, учим ребят, как делать расчеты, чтобы никогда при землетрясении ничего на нас не упало. Это единственный вуз в России. У нас был министр образования. Наш вуз открыл Шойгу, он сейчас министр обороны. Он почетный доктор нашего университета. Я ему мантию одевал. Ахмаду помнит, он в 99-м году после Карамахи, после войны приехал к нам. В Буйнаксе когда был. У нас был министр Фурсинга, сейчас он помощник Путина по образованию. Он приехал, один факультет открывал. Я вам не вру, пожалуйста. Министр образования Васильева была в прошлом году, она приехала к нам. Я им не подчиняюсь. Приехали, все посмотрели. Я вам говорю, общежитие, как у нас, нет квартир. У нас такое общежитие чистое, но я уступаю, я увидел вашу школу здесь, просто удивился. Думаю, вы вперед идете, надо у вас учиться. Еще какие вопросы. Хочу всех поздравить с Днем Конституции, пожелать всем нам мирного неба над головой. Во-вторых, в тот раз, когда две недели назад мы приехали с Буйнаками в ваш университет. Вы же были у нас? Да, я у вас была. Я не успела вас в тот день поблагодарить. Слова благодарности вам, руководству вашим, вашим работникам. Да, действительно, ребята, там у них очень красиво, грамотный преподаватель и оснащение, и оборудование. Вы поступайте, учитесь, ставьте цели и достигайте. А у меня такой вопрос. У нас в районе активно развивается волонтерское движение. У нас в нашей школе есть волонтеры с трехлетним стажем. Если они вдруг поступят к вам, смогут ли они продолжить эту деятельность у вас? Спасибо большое. Я? Я немножко по-другому думаю. Волонтерское движение очень хорошее. Да, где-то пошли, проведали стариков, Днем Конституции, героев. Это очень надо. Помогает. Это хорошее движение. В завершении глава муниципального образования Хасаветовский рейнджа Машапию Салау поблагодарил гостей за столь интересную встречу. Пожелал им успехов в научной работе. Я обращаюсь, конечно, к основной нашей аудитории, это, конечно, наши выпускники. Для этого мы сегодня организовали сегодняшнее мероприятие. И, конечно же, хочу еще раз призвать всех наших выпускников, наше младшее поколение, от которых зависит наше общее с вами будущее, чтобы вы действительно обратили внимание на все эти призывы, на все подсылы, которые сегодня было сказано и Камиль Ахмельевичем, и его коллегами, и Камиль, и поэтому, уважаемые мои, от всех нас, от нашего поведения, от нашего образа жизни, конечно, будет зависеть будущее нашего района, республики и нашей страны. И, конечно, наш район Хасаветовский, он самый, конечно, крупный в Российской Федерации. Поэтому есть у нас в республике, конечно, 52 муниципалитета, это 42 района и 10 городов, в общем, 52 муниципальных образования. Поэтому хочу всех призвать, что имейте в виду ваше ежедневное поведение, как вы сегодня занимаетесь, какие у вас, конечно, отметки, какие у вас результаты. Поэтому от этого зависит наше общее будущее. И это будет новая история, конечно, нашего поселевского района, еще раз говорю, нашей республики. Ну, а наших России, конечно, за такую яркую, прозрачную, за такую, хочу поблагодарить, за такую работу, за такое полезное семинарское совещание наше. Хочу поблагодарить за такой мощный, такой десант. Вы сами все прекрасно видите. Открыты все направления вопросов. Можете обсуждать, как у себя дома общедрачно со старшими, также с вами наш великий ведохновитель провел эти беседы. Это очень важно было, чтобы вы действительно эти посылы услышали, чтобы вы не были скованы, чтобы вы могли разговаривать. Вот рядом с вами ваши учителя, директора школы, они уже, конечно, самообразовавшиеся люди. Они уже свои истории и так написали. Иначе они в этом зале, конечно, не были. Они и так великие люди. Поэтому, чтобы вы тоже стали таким же, как они, еще больше, конечно, заслуг, конечно, вы что-то получили в своей жизни. А мы, наша основная работа, конечно, поддерживать, объяснять и всегда быть с вами рядом. Поэтому еще раз хочу всех вам призвать, чтобы вы обратили внимание, действительно, на такой государственный университет народного хозяйства нашей республики. Она у нас в России, вот она в одном из видео находится. Поэтому, ну, от вашего имени, уважаемые, хочу еще раз поблагодарить. Я думаю, полтора часа работы, я думаю, это очень правильно, это результативная работа. Поэтому хочу поблагодарить и от всех нас с вами сказать спасибо сегодняшним нашим гостям.